Слово из Иерусалима 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 Вера должна превратить нашу боль Она должна превратить наши чувства То, что мы думаем То, что мы переживаем Должно стать сильнее всего этого Вот давай коснемся этот момент То, что мы думаем Вся война на самом деле происходит в разуме Наверное, скорее всего Вся война у нас происходит в разуме Да И вот как это победить Как получить свое исцеление Люди понимают, допустим, что Иисус исцелил их Библия говорит, во-первых Что при двух-трех свидетелях Слово верно И так говорит Исайя Так говорит Матфей Так говорит Петр Что ранами его мы исцелились Да? Да Два-три свидетеля уже есть Также Библия говорит Что он грехи наши вознес на древо Чтобы оправдавшись от греха Мы жили для правды его И ранами его вы исцелились Написано, что исцелились Ну как принять это исцеление? Смотри, есть еще одно место Вот сейчас нашел Псалом 55, 5 стих Да В Боге восхваляю я Слово Его На Бога уповаю Не убоюсь, что сделает мне плоть Вот она плоть Она восстает Она болеет Она заражается Она не хочет жить Она немощна Ну я не убоюсь, что мне она сделает Потому что И там еще интересные слова В Боге восхвалю Слово Ида Вау, это очень интересно То есть нам нужно прославлять Слово Божье Которое есть Иисус Христос И также нам нужно прославлять это слово Говорить Хвале Говорить это слово Что ранами его я исцелился Да У тебя были какие-то случаи в жизни Я знаю, что у тебя было И у меня было И мы проходим эти вещи Что ты болел Очень сильно болел И получил исцеление по вере У тебя были такие моменты в жизни? Да Были моменты такие Как это произошло? Что ты можешь засвидетельствовать Нашим телезрителям Чтобы они приняли сегодня Это свидетельство И получили исцеление? Да У меня была болезнь Но это была Скорее Эта болезнь была Она была связана С теми путями В которыми я ходил Да Понимаешь? То есть Бог Он говорит с нами Иногда Чтобы заострить наше внимание На чем-то Он просто останавливает нас Через нашу немощь И у меня было такое состояние В жизни Когда мне было плохо И тяжело В определенный период И я заболел И я не понимал Почему я заболел И молился И молился об исцелении Но Бог открыл мне причину Этой болезни И когда я покаялся В этой причине То пришло и исцеление Вау Пришло исцеление Интересно Ты знаешь Библия говорит Они спрашивают у Иисуса Христа Как нужно молиться? Иисус говорит Молитесь так Отче наш Сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя На земле Как и на небе Да Вот как ты думаешь На небе есть болезни? Нет болезни На небе есть немощи? Нет Значит все таки Нам нужно молиться О совершенной воле Божьей То есть В эту совершенную волю Божью Входит наше исцеление Наше здоровье Все правильно Но единственная проблема Ты прав Мы молимся И мы Говорим так же людям Но Единственная проблема Мы не на небе Мы на земле Но он говорит Молитесь о том Чтобы воля была На земле Да Мы молимся о том Чтобы она была такая же Да Но мы не находимся на небе Мы находимся на земле Да И воля-то Божия есть В этом во всем То есть нам нужно обойти вот это Все Здесь не проблема Здесь не причина Это не воля Божия Проблема это не Бог И не небеса Аминь Это наша вера И то что происходит В нашем разуме О том как мы видим Божью волю Для своей жизни И ты знаешь Есть некоторые люди Которые считали себя праведниками И были достаточно праведники Но они болели Да У них были тяжелые болезни Да Знаете в основном Я как знаю В основном Многие учителя веры даже Многие проповедники Они заболевали Знаете как Как в той истории Все великие люди Такие как Наполеон И другие болели Ох-ох Что-то я себя плохо чувствую Да Знаете На самом деле Да Переживали какие-то болезни Многие Многие Но знаете Они получали Это исцеление По вере Это очень интересно Ты знаешь Интересно Что плоть Она все равно Становится немощной И она все равно болеет Да И с возрастом Чем она становится Старше Наша плоть Она становится Еще более немощной То есть Мы все равно Будем переходить Эти болезни Есть болезни Которые связаны С немощью Скажем так С нашим возрастом Которые связаны С образом нашей жизни С нашим питанием Эти вещи Мы должны Уметь контролировать Да Но есть болезни Которые атакуют нас Такие как рак Да Такие там Как разные вещи Которые Атакуют тебя Вирусы Или воспаления Которые просто Обрушиваются На твое тело То есть Ты должен противостать Этим болезням Есть болезни Которые Которые Больше чем Просто Естественная Немощь Нашей плоти У нас С возрастом Сюда Ну наверное Как ты думаешь Может быть люди На себя смотрят Неправильно Не так Потому что Все таки Наш духовный человек Он не может болеть Он рожден от Бога И то есть Эти болезни Не происходят В нашем духе Может быть Людям нужно Рассказать Научить их Как доминировать Духом То есть Ты говоришь О вере Вера Это же Духовная Субстанция То есть Вера Она в твоем Духе Находится И сия Победа Победившая Мир Вера наша А все Эти болезни Немощи Они находятся В этом мире Правильно И они пытаются Атаковать Не только Детей Божьих Но также Весь этот мир Всех людей И Библия Говорит Что Вся тварь Стенает И ожидает Откровение Сынов Божьих То есть Нам самим Нужно Откровение Что мы Все-таки Духовные Личности И что Вера Находится В нашем Духе И что Мы должны Побеждать Духом Как Что ты Думаешь Об этом Вот В Рыблянах Восьмая Глава Вот Это самое Такое Любимое Место Что написано Что Духом Побеждайте Дела Плотские Чтобы жить Знаешь И часто Болезнь И часто Грех И часто Плотские Вещи Они Духовны И Человек Он дает Слово Не делать Их Он хочет Брать себя В руки Но он Не может Они Духовны И только Когда мы Растем В Духе Когда мы Поднимаемся В нашей Духовной Жизни Мы становимся Сильнее Вот Это Очень Ключевой Вопрос Как Нам Победить Это Хорошо Давай Разберемся Мы много О чем Говорим Чтобы Телезрители Поняли Дорогие Друзья Я верю Что Эта Программа Сегодня Поможет Вам Обнаружить Какие-то Вещи Победить Я верю Что Эта Программа Сегодня Принесет Вам Благословение И многие Из вас Получат Исцеление Потому Что Библия Говорит Если Нет Ведения Нет Откровения Гибнет Народ Мой Но Когда Мы Говорим О некоторых Вещах Приходит Понимание Приходит Ясность Свет Приходит И тьма Должна Оставить Поэтому Будьте С нами Не Переключайтесь Я Попрошу В этой Программе Также Пастора Олега Помолиться За вас Вот Давай Разберемся Есть Духовный Вот Мы Духовные Личности Есть Допустим Болезни Приходят От Грехов Как ты Сказал От Каких-то Вещей Мы Отказываемся От них И потом Мы Вновь Их Делаем Мы Не Можем Остановиться То Нужно Тренировать Духовного Человека Чтобы Он Побеждал Плоть Да Побеждал Дела Плоти И так Мы Можем Победить Болезнь Ты Говоришь Мы Можем Победить Мы Можем Принять Так Исцеление И Исцеление Она Побеждает Эту Болезнь Таким Обратом То 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 От Мы Приближаемся И И Исцеление И К Разным Другим Благословениям Сказал Интересную Вещь То 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 Болезнь А Я Могу Принять Своё Исцеление Это Очень Интересно Потому что Я Никогда Практически Нигде Этого Не Слышал То 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 Болезнь Можем Растить Чем Больше Я Вхожу В Дух Да Тем Больше Я Могу Тем Больше Вероятности Что Я Получу Своё Исцеление Надо Заметить Такую Вещь Что Болезнь Может Длиться В теле Человека Но Принять Исцеление Мы должны Сегодня Понимаешь Это Как Курс То То Когда Ты Принимаешь Медицинский Курс Допустим Не знаю Пить Какие-то Лекарства Ты Уже Принимаешь Своё Исцеление Понимаешь И оно Ещё Не наступило Вот О чём Я говорю Да Болезнь Болезнь Может Продолжаться В нашем Теле Я Скажу Что Нет Тела На земле Которое Наверное Где-то Не болело Или Что-то У него Не болело И Так же Не было Скрытых Болезней Которые Человек Не знал И не Видел Да Вот Есть Так же Генетические Болезни Которые Просто Скрыты До Времени В Человеке И В определённом Возрасте Они Всегда Вылезают Да Но Написано Что Генетически Если Говорить О Генетических Болезнях Давай Говорить Прямо Как Как Оно Есть По Библейски То Это Проклятие Это Проклятие Это Передаётся Нам По Поколению Генетические Болезни Это Проклятие И Написано Что Иисус Христос Он Стал Клятвою За Нас Он Понёс Наше Проклятие Потому Что Проклят Всяк Висящий На древе Написано То Здесь Тоже Нужна Вера Во Всем Нужна Вера Во Всем То Есть Люди И Верующие Люди Которые Болеют Именно И Болезни Всплывают Их Генетически Происходит Вот Но Мы Смотри Есть Вещи Которые Скрыты От Нас На самом Деле Мы Не Знаем Причину Мы Иногда Смотрим И Мы Не Можем Понять Причину Пока Бог Не Открывает Ее Да Понимаешь Да И Есть Безусловно Из болезней Которые Могут Уйти Они Могут Уйти Так же Легко Как Они Могли Пройти Вот Ты Сказал Один Интересный Момент Открой Пожалуйста Четвертую Главу Притчи И 20 С 20 Стиха Четвертая Глава Притчи Очень Интересное Местописание Окей С 20 Стиха Здесь Не Открывается Потому Что Не Знаю Почему Сын Мой Словам Моим Внимай Кричам Моим Преклони Ухо Твое Да Не Отходят Они От Глаз Твоих Храни Внутри Сердца Твоего Потому Что Они Жизнь Для Того Кто Нашел И Нужно Принимать Это Исцеление То есть Нужно Принимать Это Слово Исцеление Внутри Себя И Когда-то Я помню Дерек Принц Когда он Заболел И Не Понимал Что Происходит С ним Он Говорит Я Принял Решение По Этому Месту Писания Как Я Кушаю Утром В Обед И Вечером Три Раза В день Принимать Это Слово Как Лекарство Ранами Иисуса Христа Некоторые Говорят О Это Заученные Фразы На самом деле Что Ты Думаешь Об Этому Заученные Но Это Как раз Люди И учат Потому Что Они Очень Актуальны Это Правильно То есть Когда Мы Принимаем Свою Болезнь Мы Начинаем Болеть Есть Люди Которые Больны По Своей Жизни Они Даже Будучи Здоровыми Все равно Болеют Да Понимаешь Это Где-то В мышлении Глубоко Сокрыто Да Им нравится Я это Называю Шизофрени Есть Люди У которых Что-то Болит Где-то Они Чихнули Где-то У них Что-то Но Ты Никогда Не Заметишь Это То есть Они Здоровы В своем Подходе С самого Начала Изначала Они Видят Себя Другими И Когда Они Видят Себя Другими Все Их Тело Вся Иммунная Система Она Настолько Реагирует На нашего Духовного Человека На духовные Чувствования На эту Веру На эту Духовную Субстанцию Наша Иммунная Система Она Начинает Подниматься Недавно Меня Какая-то Немощ Начала Атаковать И я Конечно Я Не понимал В чем Дело И я Конечно Каялся Во всем В чем Знаю И не знаю Но Ты знаешь Потом Я принял Решение Я говорю Своей Жене Давай Сядем Я хочу Вечерю Господню Я Начал Молиться Этой Молитвой Благодарить Бога За то Что Он Сделал Мы Принимали Вечерю Господню И что-то Произошло Не то Чтобы Мне Сразу Стало Лучше Но Мой Дух Поднялся И Через Какое-то Время Я Начал Себя Лучше Чувствовать Лучше 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 И Что-то Произошло И я Хочу Сказать Что Иммунная Система Она Настолько Чувствительна К духовному Человеку К духовным Чувствованиям Она Начинает Слушать То Что Говорит Духовный Человек Почему Это Происходит Потому Что Мы Живые Все клетки Живые И все Живое Все Слышит В нас Понимаешь Иисус Сказ Что Слова Сии Которые Он Жизнь Дух И жизнь Жизнь Они Настоящая Жизнь То есть Когда Мы Говорим Все В печали В удручении В неверии В страхе Наш Организм Переживает Это Стресс Это стресс Для него Иммунная Система Ослабевает Защита Уходит Она Становится Меньше Понимаешь Но Когда Мы Исповедуем Слово Божие Когда Мы Провозглашаем Когда Мы Упражняем Себе Позитивные Чувства Да Когда Мы Когда Мы Говорим Ведь Не зря Говорят Врачи Профе Ну Все Медицина Что Радость Она Продлевает Жизнь Библия Говорит Радость Господи Сила Сила Да Она Продлевает Жизнь И Пришли К тому Что Смех Пяти Минут Продлевает Жизнь Чуть Ленец К часов Ну Слава Господу А смехотворство Жене должно быть А это что-то другое Это сатира Знаешь Это другие вещи Да Это когда Да Это когда люди Они Знаешь Как на русском языке Прикалываются С других людей Вот это плохо То есть Издевки Такие Да Да Вот это плохо Это Бог не любит Но Радость Да Это чудесно Ты знаешь Хотел бы задеть Эту тему Насчет Правильного питания Ну думаю Что в следующей программе Потому что знаю Что Вот кто-то мне звонит Знаю Что Знаю Что Ты получил Полное Как бы Не исцеление А такую Вот по диете Ты получил Бодрость Эту полную Да Да То есть Тебе легче стало жить Можно сказать Нет На сколько килограмм Ты похудел Пастырь Насколько Почти на 50 Вау На 50 килограмм Почти 40 Ты знаешь Хотелось бы Задеть эту тему Конечно В этой передаче Но Мы не успеем Наверное Мы наверное Не успеем Поэтому Давай продолжим Говорить о духовных вещах На следующей передаче Мы должны поговорить Об этом Тебе легче стало жить Вообще Другая жизнь Серьезно На здоровье Это как-то повлияло Совершенно другая жизнь Я был полностью больной Высокий сахар И ритмия сердца И все И мы И сосуды И колени И спина И все Вау Самое главное Чтобы еще удержать Самое главное Удержать еще Эту диету Удержать Как удержаться Самое главное Не то что Прийти в это состояние А удержать Это состояние Наверное Да Это борьба Каждый день Это война Со своей собственной плотью Я цитирую это место И сказал Не убоюсь Что сделает мне плоть Понимаешь Послушай Хорошо Ты знаешь Есть приходит момент Когда плоть Становится твоим врагом Когда ты начинаешь воевать Со своим собственным телом Вот некоторые люди Они живут в гармонии с телом Это хорошо Но вот люди С избыточным весом Вот в моей ситуации Я и тело Это два разных человека Так ты сейчас подразумеваешь Плоть как греховную плоть Или плоть как тело Не Я именно Плоть как тело Как физическое Вот Но можно говорить об этом Как греховное Но в моей ситуации Я Я понимаю Ну я Поменял это Как физическое Греховное Наверное Вот это желание Все-таки Вот Смотри Я думал об Аврааме Мы все-таки Задели эту тему Но он же ел нормально А не там Каждый день шашлыки Или там Овец Там Не Была другая пища Все было другое Было свежее Ни загазованности Не было Ни самолеты Не летали Ни корабли Наверное Но мы живем же жизнью Какой Мы не двигаемся Авраам Постоянно ходил Вот я думал недавно Моисей и Авраам Они все время ходили Он выгуливал На самом деле Свои стада Он постоянно ходил То есть Это была жизнь движения Жизнь на природе Свежие вещи И питание Плюс его подвижный образ жизни Понимаю Это все отражалось На его зоне Не зря он жил столько лет Вау Не зря он жил Сегодня мы видим Человека 70-80 лет Для нас уже долгожитель Так говорит 89-й псалом Так же Это молитва Моисея Послушай А у меня вот вопрос Вот эти физические изменения Они повлияли на твою духовную жизнь? Все полностью А как это? Как могут физические изменения Повлиять на духовную жизнь? Потому что Если у тебя что-то болеет То ты Болит, болеет Ты плохо себя чувствуешь Постоянно в каком-то износе Ты все время в войне находишься Там Ты используешь силы Последние духовные силы Туда, куда не надо Не, ты просто тратишь свою энергию На самом деле Туда, куда не надо У тебя То есть ты борешься со сном Ты борешься со своей слабостью Ты не можешь сделать У тебя это Приходит раздражение Приходит Ты начинаешь воспринимать себя Как второсортного человека Вау Когда смотрят на людей С избыточным весом На улицах Везде они идут Большие, огромные Ты когда смотришь на них Они знают, что ты смотришь на них Как на неудачников Но они, кстати, такие добрые бывают Они все добрые В основном Они такие полные люди Они в основном Кого я встречал Они добрые Да, это интересно очень У них уже выбора нет Просто Ясно Они ничем уже взять не могут Только доброта А что ты думаешь об этом? Есть такие служения, где Люди молятся И люди становятся худее Слышал об этом Слышал об этом Вообще Слышал об этом Не видел никогда? Нет Я слышал об этом Слышал Рассказывали люди И я все время думал Вау Почему бы мне не попасть На такое одно Знаешь Это Вот люди ищут легкие пути Наверное, есть такое Знаешь И о пломбах И золотых И о разных вещах Наверное, такое существует Но Знаешь Оно где-то существует Ну, конечно Лучше такое Наверное, тяжелее Тот вариант, что у тебя Ну, наверное Лучше такой вариант Потому что ты берешь Ответственность за свою жизнь Вопрос не в том, чтобы похудеть Вопрос в том, чтобы жить так Человек может Чтобы удержать Человек может скинуть вес Он может получить свое чудо То же самое и в болезни И в исцелении И во всем Да Но что будет дальше Что будет завтра Вау То, что произошло сегодня Не значит, произойдет завтра Ты знаешь А вот говорят об апостоле Павле Некоторые учителя Библии Теологи Говорят, что Павел болел Какой-то невыносимой болезнью Допустим, та молитва Молил я Господа три раза Чтобы он Как там написано Дано мне жало вплоть Я молил Господа три раза Он сказал Довольность тебя Моей благодать И здесь говорится О болезни какой-то Что ты думаешь Ну, я слышал, что утверждают Что у него была болезнь с глазами Или что-то в этом духе Вполне возможно Да И вот говорят, что Лука Ходил с ним все время Вполне возможно Ну, смотри, видишь У него было даже откровение от Бога Было явное от Бога слово Тем более Павел не говорит об этом Что это должно быть Применимо ко всем Как доктрина Да Но он цитирует Свое переживание Он говорит Бог сказал мне Довольно для тебя Благодать Потому что сила моя Проявляется в немощи То есть это был путь То есть это был путь Который был установлен для Павла Смотри, мы должны воспринимать Болезни, проблемы И всякого рода ситуации в жизни И всякого рода ситуации в жизни Как способность Бога Что-то делать с нами То есть, допустим Для кого-то здоровье Не является проблемой Для кого-то проблемой Являются деньги И для него чудо в финансах Такое же большое чудо Как для тебя получить исцеление Вау Понимаешь? Каждая нужда Это тоже своего рода исцеление Все Каждая нужда в жизни Отдельного человека Для него это такое же большое чудо Как исцеление Воскрешение из мира Вот смотри, ты говоришь о нуждах И Библия говорит Молитва апостола Павла Бог мой да восполнит Всякую нужду вашу По богатству славы Своей Христом и Иисусом То есть, восполнение этих нужд Такой же нужды, как исцеление Или божественное здоровье Находится в Иисусе Христе Конечно Все находится во Христе Без Христа нету ничего Нет наследия Да, написано, что он глава Все-таки, если исцеление Это хлеб для детей Значит, это на самом деле Наследие наше Небесное наследие Да, ты знаешь Вот вспомнилась мне Интересная история Помнишь, какая-то книжка Ходила такая маленькая Брашилка о женщине Которая служила Богу И она болела раком И многие люди за нее молились И она не могла получить исцеление Кто-то из Соединенных Штатов По-моему И потом Господь обратил ее внимание На ее грехи На ее веру И он ей сказал Что дело не в людях Которые за тебя молятся Дело в тебе Ты не веришь Ты не молишься И ты не ищешь меня То есть Видишь болезни Проблемы Ситуации Это как бы Возможности Бога Обратить Твое внимание На Него Дорогие друзья У нас подошло Время К концу Этой передачи Я хочу У нас буквально Две минуты Полторы минуты Чтобы пастор Олег Помолился Мы верим все-таки В сверхъестественное исцеление И чудеса от Бога Бог вне времени Вне расстояния Вне границ Я верю По твоей молитве Сегодня пастор Олег Бог прикоснется к людям И произойдут чудеса В их жизни Я верю Господь Во имя Иисуса Я молюсь сейчас За каждого телезрителя Который смотрит нас Господь Я прошу Чтобы каждый человек Кто имеет нужду Болезнь Недух в теле Я молюсь Чтобы пришло Твое исцеление Я прошу Чтобы ты положил Свою небесную руку Господь На жизнь Каждого человека На его больное место Господь Я прошу Чтобы рак Опухоль Воспаление И всевозможные недуги Ушли Из человеческого тела Во имя Иисуса Христа Господь Я прошу Пусть придет Полное исцеление Для твоих детей И я молюсь О том Чтобы ты укрепил В вере Каждого человека Чтобы каждый Кто смотрит нас сейчас И каждый Кто имеет нужду Получил Укрепление Своей веры Чтобы взять И принять Своё здоровье И своё исцеление Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Дорогие друзья С вами сегодня был Пастор Олег Хазин И пастор Оровня Вари Мы любим вас Бог любит вас ещё больше Если позволит Бог Мы встретимся на следующей неделе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok